привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня техничка если у вас есть лодка то очень важный элемент на лодке это холодильник холодильник морозильная камера как это устроено и моменты нужно учитывать чтобы у вас вся система работала идеально техничка сегодня если у вас холодильник в которой кидается просто лед и собственно вот в таком виде ваши продукты и держится в холодном состоянии это видео не для вас мы будем говорить о тех холодильниках которые имеют компрессор будь то на 12 вольт на 24 ну мы будем брать для примера 12 вольтовую систему 24 вольтовая работает точно так же кстати говоря 220 110 вольтовые холодильники работают точно так же просто у них сам компрессор имеет другое напряжение ну что давайте сейчас садимся я вам принципиально расскажу как это все работает мы в детали вдаваться не будем мы больше в детали будем даваться когда будут разбираться элементы влияющие на эффективность работы холодильника и так коротко как работают холодильнику у вас есть камера емкость которую нужно охладить скажем у вас камера комнатной температуры внутри стоит радиатор через который идет кулант кулант по трубкам проходит в компрессор и там идет система трубок через которая собственно пропускают через себя куланты компрессор это все гоняет сделано это таким образом что в самой камере которая комнатной температуры тепло это тепло отдается в кулант когда кулант проходит через компрессор он отдает тепло и компрессор уже через вентилятор это тепло отдает дальше то есть там где стоит компрессор будет всегда горячо из-за того что температура забирается из камеры и отдается наружу это очень грубо но если захотите посмотреть как работает холодильник google в помощь у нас сегодня ролик совершенно не об этом данное объяснение я делаю просто чтобы было общее понимание как собственно это работает теперь давайте смотреть на наш компрессор то есть наш 12 вольтовый компрессор имеет вентилятор вентилятор очень важный элемент потому что когда компрессор нагревается вентилятор это единственное устройство которое от него отводит тепло дальше наружу в атмосферу если тепло не отводить компрессор перегревается и сваливается в ошибку вы таким образом холодильник не убьете у вас он просто будет работать либо неэффективно либо он будет нагреваться выключаться то есть ну и будет вот такое вот непонятно он будет работать плохо потому что вы ожидаете скажем одно охлаждение она будет работать сильно менее эффективно то есть это за счет того что у вас просто будет перегреваться компрессор о том что он не работает о том какую ошибку сваливается так визуально понять будет невозможно есть возможность прочитать ошибки об этом я расскажу немножечко попозже но пока мы определились что это вот так работает далее у компрессора есть модуль управления то есть тот тот модуль который анализирует температуру в которой включается термостат который включает и выключает компрессор то есть компрессор если будет работать постоянно он будет просто постоянно забирать тепло и отдавать нам это не нужно нам нужно чтобы он работал строго в определенных температурных режимах для этого у нас есть такая система как термостат ранее ну или в принципе когда вы покупаете холодильники термостаты стоят обычные аналоговые то есть это такая же трубка с газом которая при нагревании включает термостат или выключает то есть там грубо говоря контакты замкнутые либо разомкнутые никаких других вариантов нет если вы не знаете работает у вас холодильник или нет вы можете просто отключить полностью свой термостат и тогда у вас холодильник будет работать просто нон-стоп он будет работать 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 и никогда не отключаться сам компрессор это достаточно простое устройство это электромотор который крутится и и собственно имеет там определенное количество оборотов скажем там не знаю полторы тысячи оборотов по-моему или около того в зависимости от там определенных условий и просто это все работает внутри в масле то есть это надежная система холодильники могут работать просто годами блин десятилетиями и вообще с ними никаких проблем не будет то есть еще раз компрессор это супер надежная система которая крайне маловероятно что у вас сломается хотя такое бывает но прежде чем вы скажете у меня сломался компрессор там еще есть очень много водных которые влияют на его работу поэтому сначала нужно продефектовать все остальное а компрессор это уже в самую самую последнюю очередь и так давайте сейчас разберемся по подключению по электрической схеме подключения компрессора и так первых два верхних контакта это плюс минус минус напрямую идет на батарею плюс обычно идет через включение на приборной панели через передохранители через реле следующий у нас идет плюс и ff минус плюс это плюс сюда подключается фен то есть вентилятор который охлаждает собственно сам компрессор отводит от него тепло далее си и ти контакты это то куда подключается термостат здесь есть очень важный момент еще раз хочу повторить если у вас непонятно работает термостат или нет его можно исключить из сети и при этих условиях компрессор будет работать постоянно если проблема в чем-то другом и компрессор ваш не включается значит скорее всего проблема не в термостате хотя очень часто термостат является проблемой из-за которой холодильник не работает ну и еще дополнительно на плюс минус заведена подсветка холодильника она идет через магнитное реле через геркон который включается когда магнит подходит к саму геркону это вся система встроенная непосредственно в лампочку там это все внутри находится кстати говоря если она у вас сгорела я оставлю ссылочку в описании потому что под вот эти наши холодильники стандартные лодочные это можно купить стоит по моему около семидесяти долларов за вот это вот но походите по рынку поищите дешевле можно спаять самому если есть желание и руки растут из правильного места но если вы хотите plug and play решения вот просто покупаете ставите у нас уже один раз так было купили поставили все великолепно работает где расположены компрессоры в холодильнике обычно они расположены за задней стенкой в нашей лодке они расположены за холодильным юнитом то есть два юнита морозилка и холодильник находятся сзади за холодильником для того чтобы сделать полный трэблшутинг для того чтобы обслужить систему вам нужно вынуть обычный холодильник сзади него идут длинные гибкие шланги и вы сможете его вытащить и у вас будет доступ к двум компрессором они расположены таким образом что когда у вас работает морозильная камера вентилятор задувает воздух внутрь когда у вас работает холодильник он тепло которое есть внутри по другому шлангу выдувает наружу и вот так вот работает циркуляция воздуха за холодильниками если у вас допустим не работает морозилка работает только холодильник ничего страшного холодильник сделан специально так чтобы горячий воздух выдувать наружу то есть холодный воздух будет самотеком поступать внутрь а горячий будет выдуваться наружу даже если у вас не будут работать оба юнита только один но если у вас работает скажем только морозилка не работает холодильник что странно ну воздух там задерживаться не будет все равно его каким-то образом будет выдувать хотя это будет не самый эффективный способ поэтому учтите этот момент на будущее еще в нашей лодке на морозильной камере есть дополнительный отвод тепла то есть грубо говоря есть контур в котором ходит газ и на дне прямо на дне есть такая пластинка через которую проходит вот это вот маленькая трубочка и дополнительно остужает убирает температуру потому что отдает тепло в воду случайно вычитал мануале не знаю как это работает но там прямо написано что это не она где думал это она да нет это радиатор холодильника именно под морозильную камеру ну что давайте сейчас кратенько я вам расскажу как делать трабл шутинг и читать ошибки с вашего холодильника вам нужен обычный 12 вольтовой светодиод и так у светодиода есть плюс вы его подключаете к плюсу фена и минус подключается к контакту де и вы просто смотрите на количество миганий диода если идет один blink это означает что у вас на холодильнике мало напряжения берете тестер подключаетесь к плюсу и минусу это первых два контакта и смотрите что подойдется на холодильник если у вас идет два блинка это значит что у вас ток на фен идет больше 1 ампера значит у вас где-то находится к з короткое замыкание между плюсом и f контактом просто проверьте на работоспособность если у вас мигает диод три раза компрессор start error 4 раза компрессор overload и 5 electric overload то есть грубо говоря у вас есть всего пять вариантов и в зависимости от того что вам мигнул светодиод вы можете понять что у вас собственно с холодильником случилось это никакой не rocket science холодильник достаточно примитивная система единственное что сложно делать это просто определять количество газа которым заправлять я вам вкратце расскажу но я сам этого не делаю я вызываю специалиста который приходит с манометрами потому что вам нужен манометр для того чтобы заправить правильное количество газа можно сделать это с помощью весов потому что газ заливается из баллона вы можете подключить штуцер напрямую взвесить ваш баллон понять посмотреть там в интернете по мануалу сколько грамм у вас должно быть в системе в общем моя рекомендация если вы хотите заправить холодильник газом просто вызовите человека который придет с манометрами и это правильно сделает все остальное можно легко проверить самому и так сейчас давайте рассмотрим термостат он нужен для того чтобы компрессор не работал все время то есть для того чтобы холодильник остыл до необходимой температуры термостат понимает что он вот это вот предел достиг и отключает собственно сам компрессор потом холодильник постепенно нагревается он его опять включает и ждет пока не достигнется там минимальная температура когда термостат с газом там это все зашито уже прямо механически и есть такая крутилка ну вы знаете там холоднее теплее это просто настраивается диапазон сопротивления которые между ножками и у вас там реже включается там чаще как угодно мне такая система не нравится я пошел по пути я купил термостат stc 1000 15 долларов цена вопроса это на самом деле термостат который может работать как на нагрев на охлаждение у него достаточно большой диапазон работ и сфер применения например вы его можете использовать в холодильнике как термостат для холодильника можете сделать какую-то допустим зону там при которой будет кондиционер отключаться когда датчик на температуре там достигнет какого-то значения можете поставить его например в двигательный отсек или на выхлоп чтобы он при перегреве выхлопа показывал вам о том что у вас какая-то ошибка то есть грубо говоря там не знаю в аккумуляторный отсек если у вас аккумуляторы начинают перегреваться чтобы он тогда там вам кричал об этом это не только термостат для холодильника это вообще в принципе термостат который вы можете использовать но совершенно в разных режимах но давайте рассмотрим как он работает в в наших вопросах холодильных и так подключение у него супер простое то есть вы плюс-минус подаете питание и у вас есть термо термопара которая ну ее ставите там куда-нибудь холодильник это и будет собственно ваш сенсор ну и два контакта которые подключаются непосредственно в ваш компрессор очень удобно что вы теперь сможете холодильник включать и выключать прямо на пульте то есть это не тухнет экран он будет все время гореть поэтому учитывайте это когда вы его ставите чтобы он вам там не слепил глаза хотя красный свет это не проблема и вы можете нажать кнопочку выключения и ваш холодильник выключится и также включить то есть если есть где-то удобный доступ для этих термореле ими очень удобно управлять холодильниками потому что если скажем вы морозильной камерой в моменте не пользуетесь вы можете выключить вы просто нажимая кнопочку и не нужно лазить там по предохранителям и искать где он у вас какой выключается там под какой кроватью какой холодильник прямо раз на пульте чик все что нужно знать что у вас есть температура при которой будет отключаться ваш холодец например у нас морозильная камера стоит на отключение минус 5 градусов но как только достигается температура минус 5 холодильник выключается ну он же должен включиться потом обратно и вы здесь программируете диапазон у меня стоит 2 градуса когда там допустим температура поднимается на 2 градуса и становится там минус 3 он у меня включается и начинает опять охлаждать до своей температуры любой вот этот диапазон вы можете настроить как вам удобно и у вас будет холодильник включаться в тех диапазонах которые нужны еще можно поставить счетчик и он будет считать циклы но это отдельно там за 10 долларов надо купить он будет у вас считать сколько циклов за сутки холодильник ваш включался мне это не надо я и так как бы понимаю когда он работает когда он не работает теперь давайте посмотрим где мы размещаем термодатчик в самом холодильнике я его размещаю ниже самой морозильной камеры потому что важно общая температура в холодильнике сам морозильник будет в любом случае намерзать сильнее а нам нужна общая температура поэтому я его вывел на заднюю стенку в холодильнике а в морозильной камере то которая ну собственно большая морозилка я сделал немножко не так как это было размещено на заводе потому что на заводе они размещают термодатчик прямо на радиаторе и И он, соответственно, быстрее всего охлаждается, и термореле будет у вас отключать морозилку. И будет получаться, что у вас не в морозильной камере температура, а именно температура на поверхности самого радиатора. Поэтому я сместил датчик немножко ниже, и у меня он не сильно зависит от температуры на радиаторе. То есть, когда охлаждается воздух, тогда, собственно, и срабатывает термореле. Для того, чтобы ваша морозильная камера работала эффективнее, вам нужно сделать, как я вам уже и говорил, максимальную термоизоляцию внутреннего пространства. Одно из таких странных и неочевидных моментов – это пробка слива воды. После морозильной камеры стоит диафрагменная помпа. Кстати говоря, диафрагменных помп есть несколько разных видов, вы должны это знать. Есть диафрагменная помпа для воды. Это когда у вас идёт 4 клапана. Они, в принципе, работают одинаково. Там такой эксцентрик, который крутится, и клапана один за другим работают и как бы перетягивают воду. Так вот, у обычной воды это 4 таких клапана, которые по очереди работают. А у помпы серых, вот, там клапанов нет. Там большая такая круглая диафрагма, и она вся ходит по кругу. Цена такой помпы где-то около 300 долларов, и она идёт подключена к сливу холодильника. Там, где вы нажимаете кнопочку, у вас срабатывает эта помпа и выкачивает всё из морозилки. Так вот, пробочку нужно затыкать в морозильной камере, потому что холодный воздух через этот шланг уходит наружу, и вы просто имеете потерю на пустом месте. Поэтому пробочку туда воткнули, тем более она штатная, идёт с завода, ну, скорее всего, вы её уже прое. Поэтому просто что-нибудь туда от шампанского там подрежьте как надо, и закройте, чтобы воздух не уходил. Очень часто, со временем, радиатор прижимается к стенкам холодильника. Так вот, как мне сказал инженер, который мне помог настроить все мои холодильники, это мой друг с лодки здесь стоит, мы его ещё знаем по Панаме. Так вот, люд сказал, что если вы отодвигаете радиатор от стенок самой морозильной камеры, вы делаете расстояние там по несколько сантиметров, то у вас эффективность работы вашей морозильной камеры может увеличиться почти на 50%. Если вот это вот расстояние убрать полностью, прижать радиатор к стенке, то морозильная камера будет работать менее эффективно. Поэтому вырезаете чопики, прокладываете между стенками морозилки и радиатором, и повышаете эффективность работы вашей морозилки. То есть, чем эффективнее вы холод отдаёте внутрь и забираете тепло, тем меньше у вас компрессор потребляет электроэнергии. А это следующий вопрос по потреблению, это очень важно. Это самый большой потребитель на лодке, который регулярно забирает ваше электричество. Итак, морозилка и холодильная камера имеют одинаковые компрессоры, которые потребляют около 5 ампер тока каждый. 5 ампер на 12 вольт это 60 ватт. Это достаточно много, это практически 1,5 киловатта в сутки, если у вас компрессоры не отключаются. Если у вас два таких холодильника, это уже трёшечка в сутки. Но давайте смотреть на это немножечко не так. Как часто работает компрессор? Если вы, допустим, загрузили в морозильную камеру кучу продуктов в несколько дней он вообще будет не выключаться и пытаться набрать температуру, потому что у большого объёма жидкости или продуктов большое количество тепла, которое нужно забрать и заморозить. Так вот, если мы берём обычный режим, я уверен, что где-то 50% времени, то есть полчаса из часа у вас компрессор так и работает. Но давайте возьмём самый оптимальный вариант, когда вы в холодильник не лазите и вообще вы забыли, что там такое. Так вот, ну давайте возьмём 20 минут за час, то есть треть часа у вас работает холодильник. 60 Вт умножаем на 24 часа и делим на 3, потому что одну треть часа у вас работает холодильник. И это получается 480 Вт за сутки у вас каждый юнит потребляет. А это, между прочим, 40 Ач. То есть если у вас ваших батарей, например, эффективных 200, то каждый холодильник заберёт у вас четверть от всего вашего ресурса. Поэтому вам нужно понять, что это большой потребитель. Кстати, про электричество у нас был выпуск, я вам ссылочку дам. Ещё раз посмотрите, если вы не знаете, как рассчитывается электричество на лодке. Так вот, почти 1 кВт вы будете в сутки тратить на 2 холодильника. Либо полкиловатта, если у вас супер оптимально всё настроено на каждый юнит. Как сделать, чтобы ваш холодильник работал эффективно? Есть несколько способов. Самый простой и самый действенный – это настроить правильно термоизоляцию. Проверить, прилегает ли у вас дверь плотно к морозилке или к холодильнику. Вот эта резинка, которая по кругу, она тоже сплющивается и начинает пропускать тёплый воздух. Где тёплый воздух попадает внутрь холодильника, он там всегда намерзает. Поэтому вы, когда смотрите на свою морозилочку, и видите, что у вас, допустим, лёд идёт сверху, это значит, что где-то сверху горячий воздух попадает внутрь вашей морозильной камеры. То есть проверьте термоизоляцию, проверьте плотно прилегание крышек, там может быть, не знаю, фольгу какую-то там внутрь, поставьте что угодно, чтобы убрать вот этот приток воздуха, который идёт извне. Также иногда бывает, что дверь на холодильнике немножко проседает, и появляется такая микрощель, через которую попадает горячий воздух. Это самое эффективное, что надо проверить. Резинки, если у вас получится купить, можете менять. Я, честно говоря, сколько искал, найти их достаточно сложно. То есть, ну, понятно, можно заказать там их где-то, но в принципе это достаточно редко в магазинах можно приобрести. Если у вас холодильник работает неэффективно, вы можете увеличить его эффективность работы. За счёт чего? За счёт того, что он будет потреблять больше электроэнергии. Для этого вам нужно между нижним контактом, тот, который идёт на термостат, поставить сопротивление на 75 Ом. Тогда у вас, допустим, если было там 1500 оборотов в холодильнике, будет там около 2000. То есть, грубо говоря, на 30% вы поднимете мощность холодильника. Если вам этого мало, вы можете ещё добавить 75, то есть, итого у вас будет 150 Ом. И тогда у вас будет там 2600 оборотов этого мотора, и он будет просто работать как сатана. Ну, при этом, конечно же, он будет потреблять больше. Но здесь нужно вам понимать, если у вас не хватает морозилки для того, чтобы замораживать продукты, может быть, это решение. Может быть, это решение там на переход, когда вам нужно там всё поморозить, а потом можете снять это сопротивление. Это достаточно простой и эффективный способ. Кстати, в нашем холодильнике с завода шёл 75 Омный резистор на ножке. В какой-то момент он там отгнил и был выброшен, но всё равно холодильник работал. Ну, мы не морозили много, поэтому он работал эффективно. Поэтому 75 Ом на ножку и будет всё работать прямо мощно. Так, что ломается в холодильниках? Скорее всего, у вас ломается вентилятор. Цена вопроса 20 долларов. Покупается любой, который подходит по вольтажу. Они все квадратные, подходят в принципе для того, чтобы вы себе совершенно спокойно их в ваш холодильник прикрутили. Просто берёте вентилятор на нужный вам вольтаж, яхтенный магазин, холодильный магазин, просто будет отличаться в цене. Но это недорогое устройство, то есть там 20-25 долларов максимум, вы поменяете вентилятор, который будет отводить тепло от вашего компрессора. Какая температура должна быть в морозильной камере и какая температура должна стоять в холодильнике? У меня стоит так. В морозильной камере морозильная камера компрессора отключает при достижении температуры минус 5 градусов. И включается обратно, когда температура минус 3. То есть, грубо говоря, 2 градуса диапазон у меня как раз рассчитан на то, чтобы включить обратно компрессор. В холодильнике у меня стоит 2 градуса, при которой температура у меня холодильник выключается. 4 – это температура, при которой компрессор включается опять, чтобы понизить температуру до 2 градусов. А теперь давайте посмотрим, насколько изменяется температура в холодильнике при открытии двери, когда, допустим, вам нужно что-то из холодильника взять. У меня сейчас температура какая-то стоит на холодильнике. Давайте я открою дверь, что-то оттуда возьму, закрою, и мы посмотрим, насколько изменилась температура внутри холодильника. Так, вот вы видите, здесь не горит лампочка. Это значит, что у нас компрессор сейчас выключен, не работает. Вот я залез в холодильник, и у нас меняется температура, вот вы видите, что практически на полтора градуса в плюс у нас поднимлась температура в холодильнике, сейчас там опять воздух весь перемешается, и температура упадет. Но, тем не менее, полтора градуса в плюс это то, что вы делаете каждый раз, открывая свой холодильник. Ну что, народ, я надеюсь, этот технический выпуск был для вас полезен. Я впредь буду делать вам такие ролики, которые рассказывают, как работают разные системы на лодке, как сделать так, чтобы эти системы работали максимально эффективно, оптимально, и чтобы при этом вы не потратили все деньги мира для того, чтобы эти системы у вас работали хорошо. С холодильниками, я надеюсь, вопросов больше не будет. Если я что-то забыл, можете написать в комментариях. Если я там что-то не точно сказал, тоже можете поправлять. А на этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok